В первый день фестиваля «Цветок-2015» в городском Доме культуры состоялся детский вокальный конкурс «Белая роза». Весь спектр эмоций, темперамента и душевных переживаний с большой сцены дарили солисты и творческие коллективы образовательных заведений города Славянска-на-Кубани и Славянского района. Всем известно выражение «Дети – цветы жизни». И так же, как цветы украшают окружающий мир, дети украшают жизнь. Именно поэтому юные славянцы стали главными героями цветочного фестиваля. В детском вокальном конкурсе «Белая роза» приняли участие юные славянские таланты, возраст которых от 5 до 25 лет. Главное условие конкурса – исполнить песню о цветах. Ребята не только продемонстрировали свои исполнительские данные конкурсному жюри, но и подарили зрителям настоящий праздник музыки, радости и очарования. Анастасия Бишко готовилась к участию в конкурсе «Больше месяца». Для неё победа не главное. Важно набраться нового опыта и поделиться своим. Я хочу найти новые таланты, услышать что-то. И это не просто выступить, а научиться чему-то ещё. Настя признаётся, что на сцену выходить она боялась. Но преодолев свой страх, ей всё же удалось выступить достойно. Впрочем, и другие участники конкурса волновались не меньше. Ежедневно я готовилась, каждый день тренировалась. Мне очень хотелось победить, съездить. Ну, хотелось всё-таки. Ну, вот, может, свершиться. Я волновалась, я стояла за кулисами, я очень тряслась от страха. Но вышла на сцену спела. В первый день фестиваля жюри оценило 36 номеров. Но это только начало. Юные таланты своим творчеством будут радовать зрителей ещё все выходные. 2 августа будут подведены итоги и названы имена лучших исполнителей. Награждение пройдёт по трём номинациям. Лауреат первой степени – золотая роза. Лауреат второй степени – серебряная роза. И лауреат третьей степени – хрустальная роза. Приходите поддержать наши юные дарования и зарядиться позитивом. Надежда Неткочева, Андрей Постовой, Константин Монастыренко. Программа «События».